Девушки отдыхают Он сказал, ты мне не брат, он мой брат Аллах, субхану тааля, предостерегает нас Предостерегает нас от того, чего мы должны остерегаться в сегодняшнем мире Что сегодня происходит с мусульманами? Из-за каждой мелочи мы разделяемся Даже в мелочах мы не можем объединиться Мы разделены Допустим, если человек высокий Он не ладит с человеком низкого роста Это смешно, но такое бывает Аллах, субхану тааля, действительно предостерегает нас О препирательствах среди вас, как уммы Если вы будете препираться и спорить Что произойдет? Уйдет ваша мощь И они считают, что их группа лучшая группа Следовательно, они говорят людям Называйте себя таким-то именем И используют названия, чтобы охарактеризовать свою группу Называя себя Вахабиты Ахля-ль-Хадис Таблиговцы Хизби-то Хизби-это Некоторые из этих групп Узаконены И их убеждения, их обряды Соответствуют Курану и Сунне Мы не хотим сказать, что они Не обоснованы Но мы хотим сказать, что Даже если они выбрали и используют эти имена Им не следует Им не следует навязывать эти названия умме Им не следует навязывать эти названия знакомым мусульманам Они не должны ни от кого требовать Называть себя такими названиями, чтобы Быть с ними Взаимодействовать с ними Двигаться с ними Чтобы учиться у них Получать от них пользу или пользоваться уважением у них Некоторые из этих групп узаконены Я упоминал Куран и Сунна Это то, на чем все мы должны быть Мы все хотим следовать Трем поколениям мусульман Которые понимали Соблюдали И передали То, что Пророк с Рослем оставил нам Из Курана и Сунны Сегодня у нас 2 миллиарда мусульман на планете А мы не можем договориться в простых вещах Буду честен с вами У нас 2 миллиарда мусульман на планете А мы не можем договориться о простых вещах Почему? Потому что чуть ли не каждый Большой Шейх Сам себе И чуть ли не каждый хочет быть большим шейхом И шейхи Враждует друг с другом Каждый называет другого кафером То есть, что происходит? Наши лидеры припираются, спорят и вешают друг на друга ярлыки А народ еще больше запутан Потому что Они предостерегают от любой благой веси Не ходи туда, не ходи сюда Что это такое? Что происходит? Аллах говорит 46 стих Сур Аленфаль И повинуйтесь Аллаху и его посланнику И не припирайтесь А не то Падете духом И Уйдет ваша мощь Как уммы Знаете, откуда происходит слово умма, мои братья и сестры? В арабском термин умма происходит не только от слова умм Вы знаете, что значит умм, так? Мать Но слово умм происходит от другого слова Что означает, что вы делаете центром внимания некий объект прежде себя И когда мать рожает ребенка, свое дитя Все внимание направлено на мать, так? И когда ребенок родился, он ищет свою мать Весь мир остановился, потому что она родила, поэтому она названа умм И вы, мои братья и сестры, названы пророком, саллиху алисалям Умма Умма Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям Мусульмане Размахивают своими флагами Мусульмане гордятся тем, откуда они пришли Мусульмане ставят свое имя Свою страну Этническую принадлежность Прежде ислама Говоря, я Американский мусульманин Я Пакистанский мусульманин Я Австралийский мусульманин Я Иракский мусульманин Я саудийский мусульманин Я ливанский мусульманин Я нигерийский мусульманин Нет Мы никогда, никогда не должны Ставить что-то выше ислама Можете сказать Я мусульманин Из Нигерии Я мусульманин из Америки Я мусульманин из Ливана. Почему? Потому что откуда вы? Абсолютно не важно, что важно, то что вы мусульманин. Сегодня мусульмане не разговаривают друг с другом. Какой позор! Дяди и тети не говорят друг с другом. Попечитель одной мечети не разговаривает с попечителем другой мечети. Почему? Это вопрос репутации. О, Аллах! О чем вы? Мы умма! Мы связаны с шахадой, этого достаточно? Отбросьте ваши различия, будьте вместе! Нам, как умме, нужна мощь. У нас есть численность, у нас есть все. Но проблема в том, что мы припираемся. И Аллах, субханаху ва та'аля, предостерегает нас в другом стихе Кур'ана. Знаете, что он говорит? Куфары являются помощниками и друзьями друг к другу. Случись что, они отбрасывают различия, чтобы стать опорой друг для друга. Это в Кур'ане. Аллах, субханаху ва та'аля, предостерегает нас. Это в аяте номер 73 в этой же суре. Суре Анфаль. Знаете, что он говорит после слов о том, что неверующие являются помощниками друг к другу и друзьями друг к другу. Он говорит, если вы не будете поступать таким образом, то на земле возникнут смута и великое беззаконие. Иблис или шайтан будет и дальше нашептывать в сердца мусульман. И пророк, саллиллаху аля июсалям, предостерег нас от того, чтобы воспринимать маленькие грехи как должные. Он сказал, большинство тех из моей умы, кто войдет в ад, временно, из-за совершения малых грехов. Он был очень внимателен и заботлив к нам. Но он объяснил нам, не воспринимайте маленькие грехи как должные, хотя бы чувствуйте вину за них. И саллиллаху аля июсалям, и саллиллаху аля июсалям, и саллиллаху аля июсалям, поклоняться Аллаху и подчиняться его посланнику. Он сказал, я ставлю вас на чисто белой сунни, ночь и день, в которой одинаковы, и не отклониться от этого после меня никто, кроме погибших. Потом пророк, саллиллаху аля июсалям, обратился к нам в форме, наставление. Об оставлении национализма и расизма. Наши различные цвета, различное происхождение, различный пол. Он сказал, крайний национализм это признак джихилии. И национализм отменен, и он под моими ногами. Он сказал это в священной земле, в священный месяц, во время хаджа. Он сказал, оставьте это, это смердящая туша. И он под моими ногами. Не оборачивайтесь после меня неверными, рубящими друг другу шеей. И это имеет много значения, рубить друг другу шеей, физически сражаться друг с другом. И также злословить друг на друга, клеветать друг на друга, обвинять друг друга, нападать друг на друга словесно или физически, или обманывать друг друга. Абу Муса Аль-Ач'Ари, роди Аллаху Анху, сказал, что посланник Аллаха, салюллаху, сказал, «Поистине в отношениях друг с другом верующие подобны строению, отдельные части которого укрепляют друг друга. Бухари и муслим». Нурман ибн Башир, роди Аллаху Анху, сказал, посланник Аллаха, салюллаху, алейхи и ассалям, сказал, «Верующие во взаимной любви между собой, милосердии и обходительности по отношению друг к другу подобны единому телу. И если один орган жалуется, то все остальное тело отзывается бессонницей и жаром». Абу Хурейра, роди Аллаху Анху, передал, что посланник Аллаха, салюллаху, алейхи и ассалям, сказал, «Не завидуйте друг другу, не перебивайте торговлю друг другу, не взвинчивайте цену, и пусть не сватается к такой женщине, к которой уже посватался его брат». Человеку не следует не перебивать торговлю своему брату, не вмешиваться в его торговые дела до тех пор, пока он ему не позволит или сам не откажется от заключения сделки. «Не поворачивайтесь спиной друг к другу, не перебивайте торговли друг к другу». В это же входит не бойкотировать друг друга. Он сказал, пусть ни один из вас не торгует против торговли другого. «Будьте рабами Аллаха, будьте братьями». Мусульманин, брат мусульманину, он не должен притеснять его и оставлять его без помощи, не должен презирать его, не должен обманывать его, бойтесь Аллаха. А богобоязненность он сказал, «Таква здесь, внутри груди». И он указал себе рукой на грудь трижды. «Достаточно будет вреда тому человеку, который презирает своего брата в исламе». «Все». Пророк сказал, «Все неприкосновенно в мусульманине для другого мусульманина. Его кровь, его имущество и его честь». «Его кровь» значит «его и его семьи». «Его имущество» означает «его средства и его деньги». «Так же, как и его честь, его честь и его репутацию». Абу Хурейра, рода Аллаху Анх, передал, что посланник Аллаха, саллиллаху алисалям, сказал, «Остерегайтесь предположений». Поистине предположение – самая лживая речь. Не шпионьте и не разузнавайте. Не враждуйте и не завидуйте друг другу. Не питайте ненависть и не демонстрируйте враждебность друг другу. Не враждуйте друг с другом. Будьте рабами Аллаха и братьями». Пророк, саллиллаху алисалям, сказал, «О чем Джабир, рода Аллаху Анху, рассказал, «Мусульманин – это тот, от чьего языка и рук мусульмане в безопасности». Если вы не будете помощниками друг другу и друзьями друг другу, то на земле возникнут смуты и великое беззаконие. В итоге мы находим смуту и великое беззаконие сегодня. Это закон Аллаха. Мы абсолютно разобщены. Мы еще не можем общаться по-человечески. Мы рождены от одних матери и отца. Пусть Аллах, субханаху ата'аля, благословит умму. Пусть Аллах защитит нас. Это заслуживает того, чтобы плакать, мои братья и сестры. Мы призываем к единству. Этого не случится, пока мы не будем терпимы друг к другу. Мы должны понять, что каждый мыслит по-разному. Не все люди обладают одинаковыми склонностями. Но разве нас не объединяет шахада? Разве это не крепче, чем кровные узы, мои братья и сестры? Настали дни, когда куфары в восторге, взяв верх над нами через разобщенность, в которую мы были вовлечены, мои братья и сестры. Нам нужно это. Остро нужно. Наши братья страдают по всей планете. И всегда причина одна и та же. То, что мы ругаем друг друга. Мы даем друг другу название. Мы не хотим посмотреть друг на друга. Хотя мы все произносим шахаду. Мои братья и сестры, это горячий призыв. Мы хотим мира. Мы ищем мира. Мы люди мира. Зачем тогда мы смотрим на войну среди нас? Как мы убиваем друг друга по всему миру? Только из-за небольших различий между нами. Пусть Аллах, субханнаху ва тааля, защитит уму. И дарует нам единство. Пусть откроет наши двери, пока мы снова не объединимся. Субтитры создавал DimaTorzok